После уничтожения нефтебазы в Феодосии россияне попали в логистический ад. У оккупантов фиксируется дефицит топлива, об этом сообщает телеграм-канал АТЭШ, движение «Партизанская АТЭШ». Агенты, цитата, фиксируют активные передвижения военных бензовозов по всему Крыму. Разрушение базы в Феодосии привело к серьезному дефициту топлива для вооруженных сил Российской Федерации, говорится в сообщении. Мы наблюдали, как несколько дней горела эта база в Феодосии, одна из самых крупнейших нефтеналивных баз Дмитрии. Тут, наверное, еще раз аплодисменты нашим спецслужбам, которые провели ювелирную операцию. Безусловно, аплодисменты нашим спецслужбам. Безусловно, такие удары по нефтебазам – это огромный плюс. Огромный плюс. И когда ты видишь, как оно горит долгие несколько суток, а то и больше, под Ростовом он горел дней 10-12, наверное. Ну, это прекрасная история. Это лишает войска России, которые сейчас пытаются перехватить инициативу, и боеприпасов, удары по складам наши, и топлива. Кстати, налицо попытка перехватить инициативу сейчас. Это последняя такая попытка в этом году, потому что дальше начнется плохая погода. Мы наблюдаем сейчас осложнение ситуации в Курской области. Вообще приятно говорить. Осложнение ситуации в Курской области. Это на территории противника. Это всё равно приятно говорить. Даже налицо осложнение ситуации. Русские собрали там порядка 60 тысяч войск и пытаются отбить территорию Курской области, которую освободили от фашизма наши войска. Наблюдается осложнение на Запорожском направлении. На Бердянском направлении там есть попытки, временами успешные русских, перейти в контрнаступление. В наступление. Это такие тревожные сигналы, но я убеждён, что наши вооружённые силы готовы к этому, и наша разведка знает о планах фашистов. Но в любом случае удары по базам, нефтебазам, и по складам военным – это самое главное, что сейчас есть. Особенно по нефтебазам, прилегающим к линии фронта, и, конечно, по складам. Чем больше будет взорвано оружие, тем меньше его обрушится на наши головы. И аэродромы, конечно, тоже. Конечно, выведены из строя самолёты. Это недолетевшие в наши города бомбы, ракеты. Соответственно, выжившие украинцы, которые не погибнут от этих страшных российских смертельных бомб и ракет. Некоторые из русских военных показывают хороший пример. И об этом примере я хочу сейчас рассказать. Шестерым российским военным, сбежавшим из армии и уехавшим в Казахстан в мае 1924 года, одобрили европейские въездные документы, пишет русская служба BBC. К 11 октября все они добрались до Франции и начали процесс подачи документов на убежище. Вот так вот, если вы не хотите принимать участие в кровавой и несправедливой войне, которую организовал Путин и его окружение, вы идёте вот по такому пути, там или сдаетесь в плен. Есть много программ от ГУР, Главного управления разведки Украины. Есть вот такая, значит, опция. Значит, всегда есть выбор. Вы знаете, очень жаль, что русские не могут, особенно солдаты, не могут смотреть видео, которое вот в большом количестве, смотрю я, мне присылают разные бригады, разные люди присылают видео о своих достижениях. Конечно, я вам скажу честно, я столько насмотрелся. Это вообще фантастика, то, что происходит в 21 веке. Разве можно было себе представить во время Второй мировой войны вот такую съёмку? А здесь в реальном времени ты видишь вообще всё. То есть, мне не просто видео присылают, присылают увеличенное часто, увеличивают до солдата русского. Вот дроны атакуют. Сейчас очень важно, что происходит. Наши ребята, которые работают с дронами, они уже перебили львиную долю русской техники. Мы же видим, что русские не от хорошей жизни ездят на багги, на велосипедах, на жигулях уже, на мопедах, на нивах, на чём угодно. То есть, всё это происходит не от хорошей жизни. У них большая проблема с бронетехникой, которую наши перебили. И сейчас, ребята мне говорят, главная задача – бить по личному составу. То есть, план такой. В рассыпную бегут русские, например, из «Жигулей». Очень важно никого не оставить в живых, потому что они потом вернутся и будут нам угрожать снова. Надо уничтожать их всех. И вот эти воздушные охоты мне присылают очень много кадров. Это, конечно, смотреть, не пересмотреть. Как они прут, то на скорости, то замедленно, на любых подручных средствах. Они малыми группами стали атаковать, они переняли нашу тактику. Колонн уже нет. Во всяком случае, ребята говорят, давно не видели колонн. Вот так, чтобы колонна пошла? Нет, такого нет. Они уже эту ошибку поняли. Но до дураков дошло за два с половиной года, что в колонны становиться не надо. И теперь они пытаются вот так машина, сели 4-5 человек в машину и едут. Значит, выглядит это эпично, конечно. Как наш дрон сначала обнаруживает, разведывательный дрон. Кстати, друзья, вот смотрите, вы видите, донат на дроны для ВСУ написано между нами с Василием. Пожалуйста, мы уже около 200 дронов собрали. Ну, уже львиная доля в армии, конечно, на фронте. 180 дронов на фронте. Я еще 20 хочу сейчас добить и 20 передать дальше. Мы уже почти на 200 дронов собрали. Помогите нам, пожалуйста. Эти дроны-мабики очень нужны для разведки. Это прекрасные дроны. И все знают, что мы собираем уже сколько времени, долго-долго, наверное, года два на дроны. И у нас есть, соответственно, от генерального штаба, который нам говорит, какие бригады, сколько дронов нужно. Когда у нас есть определенное количество, вот 20 сейчас соберем, нам скажут все. Это чисто, прозрачно и просто очень порядочно. То, что мы делаем, это монобанк, банка так называемая. Деньги приходят безнал на счет в монобанке. Оттуда мы отправляем деньги со счета в магазин. Дроны приезжают к нам. Потом приезжают ребята, забирают акт приема передачи. И мы все публикуем в Инстаграме. То есть у нас мышь не проскочит. Комар вообще не проскочит. Нет ни одного какого-то гадости. Нет, я ненавижу эту гадость. Вот у нас этого нет. Поэтому, пожалуйста, кто сколько может, перечислите, пожалуйста, приложите камеру своего мобильного телефона к этому QR-коду. Так вот, разведывательные дроны, они наблюдают, сообщают тем, кто FPV-дроны, запускают по-русски, и вот летят FPV-дроны. Вообще это потрясающе. Разные же картинки, то, что мне присылают. Где-то вот едет машина, да, 4-5 человек там. Раз по машине, и все, никого нет. Все горит, все отлично. А бывает, кто-то один выскакивает из машины. Вот за ним охота, добивают этого одного. Ну, бывает, они как мыши прячутся всякие в посадке, там вырывают норы. Ну, как вообще, как кроты какие-то. И вот как их дроны достают в норах. Тоже очень интересно смотреть. Они вот так вот залетают прямо в нору. Причем съемка идет с самого дрона. Дрон снимает. И снимает еще сверху, разведывает дрон. Как это происходит. Видел я нередко, как русские стреляются. Тоже интересно, как их готовят к этому. Это интересный феномен. И мне ребята говорят тоже, вместо того, чтобы сдаться в плен иногда. Но это происходит, знаете почему? Потому что там раны, несопоставимые с жизнью. И они понимают, что чем мучатся. И я видел, наверное, 10-20 таких моментов, когда они вот так себе представляют. Не хочу на себе показывать. Автомат к подбородку и стреляются. Висок видел, как стреляются тоже. Значит, охота интересная бывает. Как бегают. Дрон летает. И бегают, бегают. Но все равно дрон настигает. Поэтому сегодня очень важно, чем больше русских будет убито, которые к нам пришли на нашу территорию, я хочу сказать. Чем больше русских захватчиков будет убито, тем больше погибнет наших ребят. Это прямая связь. Цифры – прямая связь. Поэтому надо все предпринимать для того, чтобы физически уничтожать захватчиков на нашей земле. Спасибо большое. Идем еще одной информации. Именно Тбилисский городской суд удовлетворил иск правящей партии «Грузинская мечта» и назначил штрафы телеканалам «Формула», «Мотовари Архи» и «ТВ Первели», которые отказались ставить в эфир предвыборный ролик партии с изображением разрушенных украинских городов. 5 октября телеканалы опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что «Грузинская мечта» продолжает спекулировать на трагедии украинского народа для своей собственной политической компании. В письмах, направленных в комиссию телеканала, называли ролик неэтичным и указывали, что он содержит военную пропаганду, призывы к разжиганию национальной розни и запуиванию избирателей войной. Дмитрий, мы упоминали с вами этот ролик, помните, и плакаты они делали, когда разрушенный украинский город, и типа вот «не хотите, чтобы у нас было так?» «Голосуйте за...» Ну, удивительно, удивительно, конечно. Василий, это большая трагедия, мне очень жаль смотреть, наблюдать, во что превратилась Грузия, которая так динамично развивалась... Грузия была для нас примером долгие годы, как надо динамично развиваться без коррупции, как надо идти в Европу стремительно и красиво. Вообще, эта красота такая была, я всегда приводил Грузию в пример. Но русские извлекли уроки из своих ошибок, когда хотели её захватить в 2008 году, и они захватили её иначе, ползучей контрреволюцией. Они прислали туда своего агента, олигарха, миллиардера, который заработал свои деньги в России, бензину Иванишвили. Бензина Иванишвили подобрал, соответственно, себе людей, и они начали методично забирать у Грузии все достижения, которые были достигнуты правительством Саакашвили по превращению Грузии из российской колонии в процветающую европейскую страну будущего члена ЕС и НАТО. И на наших глазах с 2010 года Саакашвили в 2010-м перестал быть президентом, за эти 14 лет произошёл страшнейший откат опять в советское прошлое. Грузины – мудрый народ. Они сами разберутся во всём. У них 26 числа выборы, 26 октября. Надо сказать, что больше миллиона, наверное, грузин уехало из Грузии. Они по всему миру, разбрелись по всему миру, потому что они недовольны тем, что происходит. Но сегодня Россия осуществляет ползучий переворот в Грузии. Там принимаются страшные законы, по иноагентам в частности. Там запрещён целый ряд свобод. И то, что они показывают Украину, разрушенную русскими, это же они говорят. Давайте с русскими дружить. Давайте ляжем под русских, а то будет так, как с Украиной. Не захотели ложиться под русских. Вот что произошло. Это ужасно, отвратительно, но это факт. Это так есть. И 26-го у грузин очень серьёзные выборы, которые определяют судьбу Грузии. Опять-таки, я не собираюсь вмешиваться. Это их личное дело. Хотят в Россию, пусть голосуют за Иванишвили и за грузинскую мечту. Хотят в Европу, пусть голосуют против и отстаивают свой выбор. Это их личное дело. Я сегодня говорю, и не только сегодня, об Украине. Это моя боль. Они сами разберутся. Они взрослые мальчики и девочки. Это партия пророссийская, грузинская мечта. Не все знают, что генеральный секретарь этой партии сейчас это Каха Каладзе. Да. Бывший фигурист. Сейчас мэр Белиси. Мэр Белиси, да. Мэр Белиси, Каха Каладзе. Который играл, прекрасно играл в Киевском Динамо, потом прекрасно играл в Милане вместе с Андреем Шевченко. Да, ну слушайте. Как вы относитесь к Каладзе? Очень хороший футболист был. Очень хороший футболист. Как он оказался в такой компании? Ну, как-то оказался. Слушайте, известный человек, известных людей, за ними всегда, знаете, охота политиков. Как-то его туда привлекли, там пригрели. Финансами, конечно же. Слушайте, мэр Белиси. Конечно же, финансами. То, что он делает, это вредит грузинскому народу. Но я не знаю, хватает ли у него интеллекта это понять. Я с ним не знаком. Я шапочно. Ну, я летал часто с киевскими динамовцами зарубежно, футбольные матчи. И мы летали в одном самолете. Но я с ним никогда особо не разговаривал. Я не знаю, насколько там интеллект присутствует, насколько он умен, насколько может понимать, что он творит сегодня. Не знаю. А с кем из динамовцев вы общались в таких перелетах? Кто вызывал интерес? Интерес вызывали всегда такие умные, неординарные ребята. Ну, Шавковский всегда был очень интересным в общении. Шавковский. Очень интересным был Ребров, между прочим, да. С Андреем Шевченко общались. Хороший парень Андрей Гусин был покойный. Очень хороший. Очень хороший. Жалко его так. Да не, были ребята там, были ребята умные такие, продвинутые. Но как это происходило? Они сзади в салоне сидели, играли в карты. Это обычно, как всегда в дороге, футболисты туда и обратно. Они играли в карты. Я в бизнес-классе сидел за Валерием Васильевичем Лобановским. Вот спереди сидел Лобановский, Борис Михайлович Воскресенский, мой друг, тогда вице-президент Федерации футбола Украины. А я за ними сидел во втором ряду. Это слева всегда мы сидели, а справа сидели братья Суркисы на первом ряду и дальше уже дальше. Ой, вспомнили братья Суркисы. Григорий Михайлович Суркис, я ему сказал, на днях у моих малых были дни рождения, он им подарил такие прекрасные подарки, просто одел их. Знаете, такие вещи прекрасные подарил. Я ему сказал, Григорий Михайлович, усыновите меня, пожалуйста. Усыновите. Вот поэтому обращаюсь к нему с этой просьбой, усыновите меня, Григорий Михайлович. Какие вы подарки детям дарите, мне будете дарить.